Анастасия Черных Расскажите нам, откуда вы, где вы жили до Северного Кипра, чем занимались там? Я из города Екатеринбурга, как моя семья. Мы переехали сюда два года назад. Мы заинтересовались предложениями о покупке квартиры или дома вообще в Европе. Начали рассматривать разные варианты. И в итоге сошлись на том, что Северный Кипр, и мы увидели рассылки, увидели ваш сайт, нам все очень понравилось. Мы съездили на знакомительный тур, посмотрели, какие здесь есть предложения. И выбрали квартиру оптимальную для нас. Чем вы занимались в Екатеринбурге до приезда на Северный Кипр? В России у нас бизнес. Мы занимались бизнесом, раскруткой бизнеса, потому что мы начинали совсем с ничего, с самого малого. Потом я училась, также занималась, помогала семейному развитию бизнеса. Здесь вы живете два года? Да, здесь мы живем уже два года. А почему именно Северный Кипр, а не другая страна? Мы посмотрели, что и летать удобнее. Это не так далеко, как, например, тот же Калифорния или США, что, в принципе, мы тоже рассматривали. На Северном Кипре чем вы занимались? На Северном Кипре нам очень нравится климат. Здесь менталитет. Тоже для нас это очень важно. Все равно, какая страна и так далее. А что менталитете? Нравится, не нравится? Здесь очень гостеприимные люди, очень добрые, открытые. Даже когда мы уходим в море купаться, мы можем не волноваться о том, что нас украдут что-то или что. Мы просто здесь очень свободны с этим. Люди очень отзывчивые и гостеприимные. Скажите, а какие есть плюсы и минусы жизни на Северном Кипре для вас, девушки, которая приехала сюда из Екатеринбурга? Ну, можно начать с минусов, наверное. Здесь местные мужчины, с ними надо быть очень аккуратными, потому что русские, русскоговорящие девушки здесь в цене. Все хотят тут иметь русскую жену. И это, ну, в данном случае у меня возникает проблема, потому что я не могу элементарно куда-то выйти. Все внимание. В фейсбук мне каждый день множество сообщений. И действительно, это просто не очень удобно. Вот как вот такое отношение. Плюсы. Здесь есть множество вещей для развития, для развития себя. Конкретно мы даже вот сами того не ожидаем. Научились танцевать сальсу. А какие плюсы на Северном Кипре? Плюсы относительно чего? Относительно Екатеринбурга, например. Или просто конкретно для вас плюсы? Ну, у меня семья всегда хотела иметь жилье в теплой стране. Ну, и это, конечно же, является плюсом для нас. Ну, климат. Я уже живу тут без выезда полгода. Я уже забыла, как это в Екатеринбурге, что там. Ну, здесь, конечно, когда возвращаешься в Россию, чувствуешь разницу. Там все серое. Там нет улыбающихся людей. Даже мы разговаривали как-то с одной англичанкой. Она была проездом в Украине. И говорит, у вас там так все плохо. Никто не улыбается. Нет гостеприимности. Но это действительно так. Люди не такие отзывчивые. А здесь чем вы занимаете свое свободное время? Ну, свободное время я пытаюсь сделать так, чтобы у меня его не было. Я учусь дистанционно в России. То есть это очень удобно. Потому что у меня есть свободное время как бы всегда. Но я могу выбирать, когда я учусь, когда я хожу в другие места, когда я занимаюсь домом и работаю. Здесь очень распространено по вечерам ходить в рестораны, в кафе. Так в России, наверное, даже у нас не принято. Потому что мы можем каждый день спокойно идти в ресторан. И ничего. У меня даже друзья в России шутят. Опять ты по ресторанам шляешься. Говорю, ну а что в этом плохого? Здесь отличительная такая черта. День рождения или Новый год или другой праздник. Всегда все идут куда-то. Как-то я встретилась в магазине с одним человеком. А вы где будете Новый год справлять? А мы дома. Мне даже немножко стало смешно. Потому что здесь как бы такого даже и нет. Да. Рестораны дорогого удовольствия на сегодняшний день? Ну, мы уже живем по Лирам, поэтому здесь мы этого не чувствуем. Даже сходили в ресторан или не сходили, мы особо ничего не теряем. Здесь в ресторанах очень большие порции, что очень отличает нас от России. Потому что там заказываешь и не знаешь, что тебе принесут. Тут же всегда там большие тарелки или еще что-то. Ну, очень приятно. Сколько стоит приблизительно один поход в ресторан? Ну, можно уложиться даже, ну, на одного человека в 30 лир, если так, в 30-50 на одного человека. То есть это 10-15 евро? Да, где-то так. Что вы можете порекомендовать тем нашим потенциальным покупателям, которые еще только планируют приехать на Северный Кипр? На что им обратить внимание? Может быть, какие-то советы от уже опытного человека, который здесь живет два года? Ну да. При выборе квартиры или когда вы будете осматривать что-то, надо обращать внимание на местность. Потому что здесь можно ближе к городу, можно дальше от города смотреть, что рядом, какие пляжи. Потому что иной раз человек купил квартиру, а пляж, который он любит, совсем в другом месте, это вызывает неудобства. Также обратить внимание на магазины, которые рядом, потому что есть районных, которые магазинов хороших даже и нет. Ну, для меня лично это очень важно. Ваша семья довольна, что у вас есть недвижимость на Северном Кипре? Конечно. Вы что? Конечно. Любой из нас может в любое время приехать сюда, и уже есть друзья и знакомые, и это очень удобно. Окей. Спасибо вам большое. Спасибо, что приняли наше приглашение. Спасибо большое, что пришли. Пожалуйста. Увидимся. Обязательно. Спасибо.